Возвращать ли надежду? Будут думать. В Пермском районе побывала рабочая группа Минкульта Пермского края. Визит был связан с ситуацией в Савинском доме культуры, где со скандалом сменился руководитель. Встреча прошла в библиотеке деревни Ванюки с участием местных жителей, бывшего и нынешнего директора ВДК и главы Савинского сельского поселения. По словам экс-руководителя культурного учреждения, ей пришлось опровергать некоторые факты. Наши депутаты говорят совсем интересные вещи, которые потом не подтверждаются. Мне написали, что я родственница в районе кого-то. Что кто меня знает, естественно, все смеются. Что у меня зарплата там 80 тысяч, тоже все посмеялись. Потом стали говорить, что коллектив весь воровал, оказывается, тут сидел. Поэтому комментировать смысл какой-то. Напомним, Надежда Демидова ушла со своего поста 15 мая. Как позже нам пояснила женщина, сделала она это под давлением местных властей. Вслед за ней написали заявление большинство сотрудников культурного учреждения. Через два дня в Песенке прошел митинг в защиту Дома культуры, в котором занимается более 300 человек. Поддержать Демидову собрались около сотни жителей ближайших населенных пунктов. Люди уверены, со сменой руководства ДК как такового в поселении не будет, а останутся одни платные кружки. По заверениям же местных властей, Демидова уволилась сама, а Дом культуры продолжит работать в том же режиме, только с новым руководителем. Впрочем, бывший директор и ей сочувствующие в это не верят. По сути, осуществился рейдерский захват культуры в отдельно взятом поселении. Пришли люди к власти, которые не понимают, что такое культура, зачем она нужна, и которые главное – это бизнес. Все купить, все продать, любую услугу за деньги, не понимая, что не каждый контингент, особенно деревенский, имеет возможность оплатить эти все услуги. Представители регионального Минкульта собрали спектр мнений, и на этом пока все изменится ли решение о смене руководителей, или все останется как есть, неясно. Местные жители и уволившиеся сотрудники ДК, между тем, уже собрали более 400 подписей под петицией за сохранение культурного учреждения в прежнем виде.